Сейчас заканчивается первый квартал 2024 года, сокращается количество дивидендов, которые выплачиваются. Это как раз март, апрель, начало мая. И в мае начнутся дивидендные отсечки. Общий размер дивидендов, которые придет на российский рынок, порядка 5 триллионов рублей. Физические лица, как правило, инвестируют до 50% полученных дивидендов, реинвестируют. То есть это будут покупки, будет топливо для российского рынка ценных бумаг. Сейчас, соответственно, называют 4 более или менее надежные акции, которые можно рассмотреть для покупки. И 4 акции, которые можно купить в рискованную часть портфеля. Все 8 истории потенциально обладают доходностью свыше 30% на горизонте следующих 12 месяцев. Подробности расскажу. Первая неочевидная история, компания, которая, наверное, последние, может быть, год-полтора находится вне фокуса внимания российских инвесторов. Это акция компании «Газпрома». Целевая цена по акциям «Газпрома» в течение года составляет порядка 195 рублей. Потенциал роста 23%. Ожидаемый дивиденд 13%. То совокупная дивидендная доходность может составить порядка 36%. Опять же, если мы это используем через индивидуальные инвестиционные счета, получая налоговую льготу, то тут можно еще плюс 13% прибавить. Следующая компания – это компания, которая недавно подверглась распродажам. Акция компании «Новотека». Опять же, мы продолжаем историю с газовой отраслью. Компания подверглась распродажам в связи с санкционным давлением на основной ее газодобывающий проект «Арктик СПГ-2». Компания снизилась в цене, но при этом компания достаточно рентабельная, интересная. Акция составляет 1710 рублей, потенциал в районе 30% и 7% дивидендной доходности. Оттого получается порядка 37% можно получить в следующие 12 месяцев. Следующая история, которую можно назвать – это обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Вы знаете, что я очень много и давно топил за акцию компании «Сургутнефтегаз привилегированный». У меня доля данной компании в портфеле достаточно высокая. Вазия – облигация, которая обеспечивает двузначную норму доходности в более слабой валюте. То есть, если у нас растет доллар, рубль слабеет, то в этом случае мы получаем очень привлекательную рублевую доходность. То есть, по итогам 2023 года дивидендная доходность в рублях превысит, скорее всего, 20%. И наоборот, когда у нас происходит укрепление рубля, доллар снижается. В этом случае мы получаем двузначную доходность в долларах. Ну, понятно, за счет валютной переоценки. Что касается «Сургутнефтегаза», особенно привилегированных акций, если у кого они есть в портфеле, действительно, я думаю, что имеет смысл задумываться над тем, чтобы сократить частично позицию, переложиться в обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Потому что все-таки ждать, что доллар как-то там прям очень сильно вырастет, преодолеет значение 100 рублей за доллар, я бы, наверное, не стал. Это будет некая такая плавная девальвация. Да, будут интересные и привлекательные дивиденды по итогам 2023 года, но определить для себя стратегию можно таким путем, что на дивидендные отсечки части акций продаете, перекладываясь в обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». По обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» целевая цена 43 рубля за акцию, потенциал роста порядка 49% и дивиденд в 3%. Ну, понятно, что дивиденд по обычкам меньше, чем по привилегированным. Совокупная доходность по обыкновенным акциям порядка 52%. Следующая история из «Сургутнефтегазовой отрасли» – это «Нефтянка», это акции компании «Роснефти». Целевая цена находится на уровне 700 рублей за акцию, потенциал роста 26%, плюс дивиденд в районе 11%, совокупная дивидендная доходность 37%. Чем интересна «Роснефть»? Опять-таки, что основные потоки экспорта нефти приходятся все-таки уже на восточное направление. Нефть продается без лимитов, которые устанавливали недружественные страны в отношении санкций. Поэтому совокупная доходность по акциям «Роснефти» может превысить 30%. Здесь можно приводить примеры с доходностью облигаций. Неплохой, в принципе, дивиденд и потенциал роста. У меня есть замечательный проект «Миллион долларов за 8 долларов в день», где я формирую капитал для своих детей в размере 1 миллион долларов. Каждый месяц на 100 долларов покупаю акции. Можно узнать более подробно, как это работает в бесплатном мастер-классе. Ссылка в описании к данному видео. Возможно, у вас действительно будет желание присоединиться к этому проекту. Я думаю, что в следующие 2-3 месяца будет хороший момент для того, чтобы сформировать свой первичный портфель. Следующие компании отличаются тем, что там присутствуют более высокие риски. Первая такая история – хорошие, стабилизирующие. Акции компании «Полит золото» заливаются на 14 700 рублей за акцию. 27% потенциал роста плюс 7% дивидендной доходности. Получается, совокупная доходность может превысить 34%. Следующая история, но с значительно более высокими рисками – это акции компании «Распадской». Риски здесь сконцентрированы в истории с мажоритарным акционером, что «Распадская» может часть своей денежной позиции передавать в форме займов материнской компании. Целевая цена – 540 рублей за акцию. Потенциал роста порядка 36% плюс 10% дивидендной доходности. Опять же, если дивиденды полностью целиком будут выплачены, что позволяет нам рассчитывать на совокупный прирост капитала в 46% в следующие 12 месяцев. Очень привлекательная история, которую можно рассматривать для включения в инвестиционный портфель, является акцией компании «ТМК». Целевая цена – 320 рублей за акцию, 48% потенциал роста плюс порядка 17% дивидендов. Как я говорил, это меньшая компания, меньшая ликвидность, больший потенциал роста, большая привлекательность. Но, опять же, нужно понимать, что турбулентность никто не отменял, геополитику никто не отменял. Рисков здесь достаточно большое количество, но если называть самого большого фаворита из вот этих 8 компаний, которые названы, это «ТМК», которые позволяют совокупно рассчитывать на доходность выше 60% в следующие 12 месяцев. Ну и замыкает историю, это акция компании «Ростелекома», как обычные, так и привилегированные акции. По обычным акциям потенциал роста 38% плюс дивиденд в районе 6%, совокупная ожидаемая прибыль может составить 44%, по привилегированным еще больше. Порядка 60% только в цене может вырасти привилегированная акция «Ростелекома». Просто повторюсь еще раз, названы истории, названы потенциалы роста. Опять же, это мой выбор, на что бы я обращал внимание. То есть моя стратегия сейчас все-таки более консервативная, но денежные потоки, которые приходят регулярно, имеет смысл при всей той сложности, напряженности, неопределенности вкладывать в хорошие качественные истории. Смотрите, какие вам нравятся больше. Сегодня же мне на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok